Камера с инфракрасным фотомодулем, который позволяет смартфону не только фотографировать в полнейшей темноте, но и в том числе видеть некоторые вещи, недоступные простому человеческому глазу. Например, можно просвечивать некоторые виды пластика и даже поговаривать, что сквозь одежду можно видеть, но у меня такого фокуса не получилось, хотя мы с супругой перебрали весь ее гардероб. А еще это первый защищенный смартфон на моей практике с частотой обновления дисплея в 90 Гц, что весьма актуально в современных реалиях. Неплохая по производительности начинка, отличная автономность, но при этом, как по мне, весьма странный дизайн для защищенного смартфона, а также крайне убогая основная камера для съемок, хоть и на 64 мегапикселя. В общем, все это новинка от Aukitel, модель WP17. Сегодня мировая премьера данного смартфона, производитель обещает прайс в 199 баксов, продлится она до 24 октября, ссылка на него есть в описании. А больше информации о различных акциях, купонах и промокодах всегда можно найти в моей группе в ВК и в Телеграм-канале, ссылки там же. Поставляется смартфон в стандартной коробке этого бренда. Дизайн минималистичный, внутри сам смарт, блок питания на 18 Вт, Type-C кабель для подзарядки, скрепка для лотка и ненужные бумажки. Внешний вид смартфона лично мне не понравился. Во-первых, это просто огроменная лопата с диагональю дисплеев 6,78 дюйма, толщиной корпуса 16 мм, весом более 300 грамм и зачем-то пластиковой глянцевой тыльной крышкой. Последний пункт у меня вызвал вообще недоразумение. Зачем делать подобное в защищенном смартфоне, который рассчитан на эксплуатацию с пылью, грязью, нападение и погружение под воду? Зачем было лепить весь этот глянец, которому очень быстро придет белый пушистый северный зверек, мне не ясно. Возможно, производитель хотел добавить красоты и стиля, но опять же, по моему мнению, не получилось. В остальном тут все как у большинства подобных смартфонов. Торцы из алюминия с прорезиненными вставками по углам, по границам дисплея небольшой выступ для защиты его в случае падения на ровную поверхность. Справа кнопка питания со встроенным сканером отпечатка пальца, плюс качель громкости, слева программируемая кнопка и лоток под две симки и флешку. Снизу Type-C разъем питания и миниджек под наушники, все разъемы прикрыты резиновыми заглушками, тоже архаизм, от которого уже давно пора отказаться и использовать современные влагозащищенные. На тыльной стороне блок камер, где расположена вспышка, инфракрасные светодиоды, которые и позволяют видеть смартфону в темноте. Основная камера на 64 мегапикселя, плюс ширик на 2 мегапикселя и камера для съемок в ИК диапазоне на 20 мегапикселей. Снизу щель основного динамика, качество звука на тройку, громкости достаточно, стерео сюда естественно не завезли. И есть косяк со звуком, все дело в том, что если вы положили смартфон динамиком вниз, то громкость воспроизведения сильно проседает и вы можете попросту не услышать входящий звонок, если телефон допустим в соседней комнате. Обычно при таком расположении динамика, рядом делают небольшой такой выступ на корпусе, который не дает отверстию динамика плотно прилегать к столу. В данной модели этот пунктик упустили. Селфи камера на 16 мегапикселей расположена вверху по центру дисплея. Дисплей, как я и сказал, имеет диагональ практически в 6,8 дюйма, разрешение 2400 на 1080 пикселей с частотой обновления 90 Гц, тач на 10 касаний, рамки большие. Я ожидал, что с улучшением герцовки будет улучшен и диапазон яркости дисплея, но чудо не случилось. Как и во многих моделях этого бренда, она тут низкая на максималках, на солнце хотелось бы поярче. А минимальный же порог яркости очень высокий и в полной темноте хочется сделать ее пониже, но уже некуда. За производительность тут отвечает процессор Helio G95, оперативка LPDDR4X на 8 гигов в постоянной памяти 128. Подобного набора достаточно для запуска любых приложений и комфортной игры в разные игры, даже самые требовательные, пусть и на минимальных настройках по графике. В Antutu этот смартфон выжимает 350 тысяч баллов, в троттлинг-тесте каких-то явных проблем я не обнаружил, все в пределах разумного, плавно и без резких просадок. Аккумулятор на бодрых 8600 мАч, что дает не только хорошую автономность в несколько дней даже при активном использовании, но и возможность подзаряжать от смарта другие устройства, как от Powerbank. Беспроводной зарядки нет, от штатного блока заряжается почти 5 часов. Работает под управлением Android 11 версии, операционка голая, без доработок со стороны производителя. Обновлений никаких нет и скорее всего не будет. NFC есть, разблокировка по отпечатку пальца работает без нареканий, дополнительно присутствует разблокировка по лицу, есть OTG, по навигации имеется поддержка GPS, GLONASS, Beidou и Galileo. Естественно тут влагозащита уровня IP6869, а также по военному стандарту MIL-STD G810. То есть данный смартфон может спокойно перенести заморозку, варку в кипятке, удары, пыль и прочие стрессы. Главное не забывать держать плотно закрытыми заглушки на корпусе. Ну и про камеры. Про ИК-модуль все понятно, данная фишка позволяет на многие вещи взглянуть в новом свете, так сказать. Единственное, что в таком режиме можно делать только фото, видео записывать к сожалению нельзя. Основная камера снимает крайне отвратительно в любых условиях, даже близких к идеальным. Цветопередача ужасная, автофокус откровенно тупит, короче камеры тут ни о чем и на них явно максимально экономили. Видео можно снимать максимум 4К 30 кадров в секунду, также есть на выбор Full HD и 720p. Но все форматы только 30 кадров в секунду, выбрать 60 кадров возможности нет. Стабилизации тут естественно также нет. Пример записи видео и звука на Alkitel WP-17. Вот так вот он снимает. Камеры тут конечно оставляют желать лучшего. А фокусировка у них так просто лютый трэш. В общем вопросы к данной модели конечно же имеются и их немало. Но за 200 баксов, а именно такой ценник обещает производитель в ближайшие дни, по начинке в принципе неплохой вариант. Тянет все что угодно, отличная батарея и его вполне можно купить себе. При учете конечно что вы любите защищенные лопатафоны с приличным весом и согласны пожертвовать кое-какими фишками в угоду защищенности и автономности. Пишите что вы думаете о данной модели, подписывайтесь на канал чтобы не пропускать новые распаковки и обзоры. На сегодня все, всем пока и не болейте.